Приветствую вас! Денис Сердюков тяжело переживал смерть любимой женщины и актрисы Ирины Цивиной, но недавно очевидцы заметили артиста в обществе очаровательной брюнетки. Ей оказалась дочь астролога Тамары Глобы, Анна Трескунова. Денис прокомментировал свои новые отношения. Актер считает Анну достойной девушкой, однако не хочет торопить события, ведь их знакомство состоялось сравнительно недавно. С Аней мы познакомились в Благовещенске на традиционном актерском ужине в рамках фестиваля «Амурская осень». Приятно провели вечер, поговорили на разные темы. На кинофестивале Аня представляла свой режиссерский дебют – короткометражный фильм «Молодожены». Поддержать ее приехали мама Тамара и брат Богдан. Потом мы были все вместе еще на нескольких мероприятиях. Аня симпатичная, обаятельная и очень интеллигентная девушка, поэтому не обратить на нее внимание было бы сложно. У нас взаимная симпатия. Но говорить о женитьбе, конечно же, рано, отметил Сердюков. К слову, наследница именитого астролога ведет достаточно закрытый образ жизни и не торопится афишировать происходящее в ее личной жизни. Известно, что за плечами у Анны обучение на юридическом факультете престижного вуза, однако по профессии работать она не стала. Сначала решила пойти по стопам мамы, увлекшись изучением человеческих судеб по звездам. Ну, а потом окончила режиссерские курсы. Кто знает, может, новое увлечение Дениса получит серьезное продолжение. Ведь именно на Амурской осени два года назад он познакомился и с Ириной Цивиной, которая вскружила ему голову. — Нас включили в одну команду, вспоминает Денис. Был такой актерский десант — я, Ира и Андрей Кайков. Мы втроем ездили по Амурской области и давали концерты. Это был традиционный пролог фестиваля. В одной из таких поездок Ира рассказала, что недавно она потеряла мужа Александра Благонравова. Говорила очень трогательно, и было видно, что ей больно. Я тоже тогда скорбел. Зимой 2016-го умер мой близкий друг Антон, который был для меня как брат. Боль утраты нас изблизила. Зародилась взаимная симпатия. Потом нас с Ирой поставили вместе на красную ковровую дорожку фестиваля. Ну а вернувшись в Москву, мы начали встречаться. Ира была прекрасной женщиной, хорошим другом и очень добрым человеком. Ну а потом Цивиной не стало. Денис бережно хранит в памяти моменты, связанные с возлюбленной. Позабыть о личных драмах Денису помогает не только новое амурное увлечение, но и работа, дефициты которой он, к своему счастью, не испытывает. Весь сентябрь прошел в разъездах. Сначала был кинофестиваль «Киношок в Анапе», в котором я толком не смог принять полноценное участие. Затем была запись телешоу. Затем «Амурская осень». Также Денис участвует в кастинге. Нескольких телевизионных проектов и полного метра. Планирует он и режиссерский дебют, но эти подробности пока держит в тайне.